Здравствуйте, меня зовут Винокурова Лобунская Юля. Я являюсь специалистом в органическом сельском хозяйстве. И сегодня я вам расскажу про пермакультуру. Вообще-то пермакультура – это система дизайна окружающей среды, где живет человек. И она построена на экологических моделях. И мы как раз находимся в таком пермакультурном хозяйстве. Значит, хозяйство – это называется пермакультурная агроусадьба Помяна. И на ее примере мы рассмотрим как раз все принципы, как хозяйство строится. Стоит упомянуть, что пермакультурный дизайн можно применить к любому типу хозяйств. Живете вы в квартире, или у вас есть дачный участок, или у вас огромное хозяйство, везде можно применить пермакультурные принципы. Здесь у нас небольшое хозяйство, всего лишь в районе гектара. И мы как раз посмотрим, что здесь есть. Принципы элементарные. Это забота о человеке, в первую очередь. Это очень важно. Если человек с ограниченными возможностями, то это учитывается в дизайне. Если у человека есть какие-то хобби, это тоже учитывается. Второй принцип – это забота о окружающей среде или о природе. Если у вас хобби, вы любите ковать и металл, то вы все время должны думать, что вы делаете с токсичными отходами или не очень токсичными, чтобы все было замкнуто и вы не могли навредить природе. И третий – это справедливость. Пермакультура, она немножко про политику. Или даже множко. Все зависит от того, какой человек этим занимается. И распределение ресурсов – это очень важно. Есть основатели пермакультуры. И они выделяют в своих работах несколько принципов, на которых строится хозяйство. Что вы должны учитывать, когда планируете пермакультурное хозяйство именно. Очень важно – это заранее все планировать. Потому что если вы что-то делаете стихийно, вы обязательно ошибетесь, а с природными системами ошибки чреваты. Посадите деревья, через 20 лет придется их менять, местоположение, где что сидит, и это не очень хорошо. Первый принцип – наблюдение и взаимодействие. Первое, с чего начинается планирование пермакультурного хозяйства, это наблюдаем за природой. Где больше снега выпало, где какие температуры, где микрозоны, где теплее, где холоднее, где есть вода, где нет воды, где больше просохло. Это важно для того, чтобы распланировать, где у вас будет стоять дом, где вы будете выращивать свои овощи, где у вас будет сад. Каждый элемент в системе дизайна должен выполнять несколько функций. Вот вроде за моей спиной стоит забор, а вроде этот забор и не просто декоративный, а еще он огораживает от животных, а еще он создает зону. С одной стороны более теплая зона, с другой более прохладная зона. Соответственно, этот забор можно использовать дополнительно, чтобы высадить около него кустарники, более теплолюбивые. И мы один элемент используем для нескольких функций. И третий важный пункт. Каждая функция осуществляется несколькими элементами. Если нам нужно обезопасить участок, огород от животных, мы можем это сделать несколькими путями. Мы можем это сделать и забором, и растениями. Даже теплица может выступать в роли забора. Мы просто ее ставим с края участка, и животные не могут пройти на огород. Эффективное энергопланирование. И это не про альтернативные источники энергии. Хотя, если вы поставите солнечную панель или ветряк, это будет правильно. Это про то, как вы расходуете собственные силы. Где у вас расположен сарай с животными, огород или сад. Например, на огород вы ходите чаще, чем в сад. Соответственно, лучше, чтобы он был ближе к дому. А в сарай к животным ходите несколько раз в день. Поэтому сарай лучше расположить еще ближе. Следующий принцип – это использование естественной смены видов. В природе существует такое понятие, как сукцессия и смена сукцессии. Это когда сначала у вас лук, потом на лугу прорастают первые деревья, под деревьями кустарники, лианы. Это все буяет. И на самом деле и биомасса больше, и продукции больше. Это же не просто голое поле с травой. Это используется в пермакультуре. И здесь, на этом участке, мы тоже можем увидеть, например, яблоня. Под ней есть куст смородины. Рядом с кустом смородины растут хосты. Для меня это один из самых важных пунктов. Это разнообразие, биоразнообразие. Чем больше овощей вы выращиваете, чем больше фруктовых деревьев у вас, тем лучше. Это как с пандемией. Пришла пандемия, уничтожила только один тип или вид деревьев, но зато другие они у вас остались. Кромочный эффект. И это нужно всегда использовать. Наверное, вы уже знаете, что с краю градки овощи растут лучше, чем в середине. И на краю участка можно создать более плодородную, более эффективную систему, чем посередине. Вот здесь дерево, забор, куст, помидор. Все шикарно. На самом деле, для кромо-вощного эффекта я бы хотела показать, как у меня растет малина. Мне очень нравится этот пример. И если вы планируете свой участок по принципам пермакультуры, то вы сможете уделять время и себе, и растениям, и животным, и своему хобби. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И в следующих роликах мы будем уже более подробно разбирать о том, как это все создать на вашей земле. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok